2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Шабад, шалом, дорогая община города Черноморец. Мне на самом деле большая честь стоять здесь с вами, делиться своим словом, своей жизнью. И последний раз за кафедрой я стоял примерно 6 лет назад, это на своей бармисве. Бог что-то делает в моей жизни, Он доверяет мне, и я Ему благодарен и понимаю, что нужно слушаться, нужно идти и нужно это делать. И перед тем, как начать, я хотел бы помолиться. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за этот день, за то, что мы можем здесь собираться, Боже, во имя Твое. И благослови сейчас это слово, которое Ты вложил в мое сердце, чтобы я сказала, это касалось людей, Боже. Спасибо Тебе, Боже, за это время, за все, что Ты делаешь в нашей жизни. И благослови наш разум, наше сердце, чтобы это было направлено на Тебя, и чтобы Ты был в центре этого всего. Во имя Ишоа Мессии. Амин. Тема моей сегодня проповеди называется «Каково Твое основание?». И так как вчера был Международный день защиты детей, я бы хотел больше обратиться к молодежи, к подросткам. Но все мы понимаем, что все мы Божьи дети. И первое, с чего бы я хотел начать, это с истории Павла. Павел Равшовль родился в семье фарисеев. С самого раннего детства он был научен иудаизму. У него было основание. Он знал много о Боге, но он не знал лично Бога. Потому что я буду служить людям и служить Богу. Но это было больше как для галочки. Я ходил в служение. С самого раннего детства я ходил в прославление на хор. И я не придавал этому большому значению. Я все время был под сомнением. У меня с самого раннего детства, примерно лет 13, меня шатало. Я не мог понять, в чем смысл служения самого. Я смотрел на служителей. Я смотрел на тех братьев, сестер, которые падали, спотыкались. Я смотрел на своих родителей, видел недостатки и думал, и что это верующие родители. Нет, верующие так не делают. Я смотрел только минусы. Я видел у людей минусы и говорил, что верующие люди так не делают. Упал брак, услышал историю. Все, в мире люди так не грешат, как верующие. И все, я потерял смысл. Я ушел в мир. Я наполнялся не тем, чем надо. Я знаю, что любят подростки сейчас в наше время. Это аморальный юмор, это черный юмор, это циничный юмор. Мне тоже это нравилось. Я был также подписан на всякие паблики в соцсетях. Я смеялся над этим. Много было шуток про Бога, много было шуток про болезни, про ДЦП, про СПИД. И я наполнялся этим. И от избытка сердца говорят устал. Это выходило с моего сердца. Я шутил так. Мне это доставляло удовольствие. И так же одноклассники шутили, говорили мне по фамилии. Олешка, ты же в Бога веришь. Как ты так можешь? Ахахахаха. И как бы, знаете, меня это не задевало. Я забыл Бога, я ушел от Него полностью. Меня это вообще не задевало. Я как бы, ну да, да, верующий человек, как бы я с детства, да, ну, что поделаешь. Не повезло, да, в жизни так получилось. И как-то один раз попал на конференцию, возможно, многие из вас были, ОМК с 16-го года. Она туда первый раз проходила. И как прав Шаолю, как Павлу, Бог раньше обратился. Он сказал, Саввел, Саввел, почему ты гонишь? Бог так же проговорил через спикеров, через прославления, через поклонения. Он говорил ко мне, Даник, а чем ты сейчас занимаешься? Почему ты, зная обо мне, ты не делаешь то, что я повелеваю тебе? Какое твое основание? Чем ты назидаешься? И знаете, в тот момент, вот именно с того момента, я встал на колени на конференции на последний день. Я помолился, я покаялся. Я молился на иных языках, когда раньше не практиковал этого. И Бог действовал в это время. Я пригласил Ешуа еще раз в свою жизнь. Как бы заново покаялся. И, аллилуйя, да. Но, знаете, это не поменяло мою жизнь. Поначалу это не поменяло мою жизнь. Прошла неделя. Прошла другая. И все, я вернулся. У меня также была зависимость игровая. Я играл, не знаю, кто-то знает, Тота-2 игра такая. Я знаю, да, некоторые смеются. Я был просто погружен в нее. Меня ничего не интересовало. Меня интересовал рейтинг в игре. Меня интересовали профессиональные команды. Меня интересовали ставки. Я делал ставки. И это приводило к ссоре с родителями. Особенно с мамой. Это приводило к непослушанию. Это приводило просто к разрушению жизни. К не успеванию по учебе. И вот после конференции, я как говорю, прошла неделя, прошла другая, я все забыл. Забыл то покаяние, то, к чему я шел, то, что произошло на конференции, те переживания. Я просто вернулся к новой жизни. И я как-то спрашивал сам себя или даже Бога, а почему так происходит? Наверное, мне надо пойти на какую-то другую конференцию. У нас как раз мессианский ретрит был в мае. Конференция была в апреле. Следующий мессианский ретрит в мае. И знаете, да, это было прекрасное время. Это были прекрасные три дня моей жизни. Мы поклонялись, мы прославляли Бога. Я в вас обновился. Но знаете, что через неделю-вторую все то же самое. Я беру и возвращаюсь к тому же образу жизни. Я опять играю в доту, играю в компьютер. Я опять общаюсь с друзьями, я гуляю, я занимаюсь теми вещами, которыми я занимался. И пришло время, когда я осознал, что у меня не то основание. Мой дом построен не на песке. Точнее, не на камне, а на песке. Все знают притчу Ишоа Матфея, 7 главу, получается, с 24 по 27 стиль. Кто-то читал, кто-то не читал. Я кратко расскажу, что Ишоа говорит. Кто следует моим словам, тот, как мудрый человек, строит дом свой на камне. Что когда пойдут, пойдет дождь, разольются реки, подует ветер и устоит. А глупый человек слышит мое слово, но не исполняет эти заповеди. И вот он будет построен, как на песке. Что когда пойдет дождь, разольются реки, подует ветер и он упадет. И там еще написано такое, что падение его будет велико. И я начал осознавать, что на самом деле мое основание неправильно лежит. Вот я хотел бы привести пример. Антон, можешь, пожалуйста, помочь мне. К примеру, покаялся человек. Это можно как-то и трактовать, и физически, и духовно. Что я покаялся, я встал на дорогу с Богом. Все, я решил следовать за Ним. Но я слабенький, мои ноги не накачивали. Мои руки, спина, они слабенькие. Я только покаялся, я только пришел к Богу. И так же самое и со спортом можно связать. Ты только пришел к этому. И ты слабенький. И вот Антон, мой друг с мира, к примеру, зовет меня. Пошли, Даник, пошли, погуляем. А я такой, да не, я же только покаялся. И начинает меня тянуть. А я слабенький, я же только покаялся, только верующим стал. Такой, ой-ой-ой-ой-ой. И пошел с ним. И пошел с ним. Видите? А вот если бы я пошел в зал, то есть были бы у меня правильные принципы. Я бы подкачал ноги, я бы подкачал руки, я бы подкачал спину. Я бы встал бы с Богом. Пришел на его путь. И Антон говорит, пошли, Даник, со мной. Пошли там, погуляем там. Девочки, мальчики, не важно. И я, а я же сильный парень, уже подкачался. И начинаю его тянуть. И начинаю, и вытаскиваю его. И. Спасибо. И я для себя понял в определенный момент, что нужно то, что мной движет будет. Какие-то принципы. Я хотел бы с этими принципами поделиться с вами. Чтобы строить свой дом на правильном основании. Не на песке, а на камне. И самый первый принцип, которым я хотел бы с вами поделиться, это молитвенная жизнь. Давайте откроем Матфея 6 главу. 6 стих. Многие знают этот стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Заметный стих, да? Многие скажут, ну да, я уже как-то 22 лет верующие знаю этот стих, да. Читал, было дело. И давайте еще раз прочитаем. Ты же, когда молишься, пойди в комнату твою и затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой в тайне, и твой видящий тайно воздаст тебе явно. Я говорю, многие знают это местописание, но просто знать его мало. Нужно его также еще применять на практике, на жизни. Я знаю, что многие работают, многие учатся, многие занимаются чем-то, занимаются спортом, какими-то дополнительными занятиями. И у них не всегда есть время помолиться, почитать Писание, провести время с Богом. И на самом деле тайная комната, это не то, что вы дома зашли, в комарке какой-то закрылись, и все, сейчас буду молиться Богу в тайне, и Он воздаст явно. Все, вот, все, вот, все, буду сейчас молиться, все вот сейчас, все будет хорошо. Нет, тайная комната, это ваш разум, ваше сердце. Было бы, конечно, неплохо, если бы вы приходили, имели место спокойное, тихое в доме, и вы бы могли прийти и молиться, отдавать все свое, то, что у вас внутри есть, просто приходить такими, как вы есть. Но это также ваш разум, в первую очередь, ваше сердце. И это надо развивать. Как я говорил, приводил пример со спортом. Если вы решили покаяться, и сразу приходите, начинаете молиться, не надо молиться полчаса, не надо молиться час. Достаточно, по началу, три минуты в день. Просто каждый день, постоянство, три минуты в день начинаем. Это также со спортом, как я говорю. Вы километр пробежите в первый день, или полупилометра. На второй день вы полтора пробежите. Через неделю пять, через год десять премьер. И также в духовной жизни вы начинаете молиться по пять минут тоже. По три минуты. Через полгода вы не... Через полгода вы не заметите, как вы будете молиться уже по полчаса, по часу. И также самое с Писанием. Не обязательно читать пятнадцать глав в день. Читайте одну главу в день. В месяц это тридцать один день. Глава притч, книга притч. Тридцать одна глава. Одну в день читаете, через месяц вы прочитали целую книгу. А если еще пару псалмов добавить, вы уже две книги прочитали за месяц. И самое главное, это вникать, что вы читаете. Задумываться над тем, что вы прочитали сейчас. Я еще могу вам посоветовать читать по плану Писания. Потому что Бог мира, устройства и порядка. И когда вы будете читать по плану, это будет в вашей жизни и мир, и устройство, и порядок. Что я могу... И для молодежи могу сказать, не надо читать синодальный перевод. Ну, не то, чтобы я против. Просто... О, извините, я с вашим позволением. Необязательно читать в синодальном переводе. Вот если я, к примеру, начал недавно читать в новом русском переводе, мои глаза просто начали открываться. Там есть объяснение, там есть наседание в этом плане, которое я мечтаю. И просто мои глаза начали открываться для Писания. Я знаю, что тяжело, когда приходишь с работы, когда у тебя есть семья. Ну, у меня, конечно, пока семьи нету полноценной. Ну, жены, детей. Но я примерно знаю, что такое приходить с работы, приходить с учебы, приходить с тренировки. И хочется отдохнуть, хочется посмотреть какой-то сериал, хочется пообщаться там с женой, с родственниками. Ну, прошу вас, выделите это время в Богу. 20 минут в день, это не так много. Поначалу, как я говорил, даже 10 минут. Помолитесь 3 минуты. Все остальное время 15 минут, почитайте. И это будет ваше основание на целый день. Вы будете упираться на это. И это будет именно основание на камне вашем. И, может быть, это примитивно, вы знаете это все, но это рабочая стратегия. Это на самом деле рабочая стратегия. Как бы в простоте. Второе, так, первое. Первое, это у нас была молитвенная жизнь. Второй принцип, это Божье дело. На своем примере могу вам объяснить, что с самого раннего детства, как я говорил, я ходил в хор на спинке. И все, что я делал, это я расставлял бипитры и сматывал шнуры. И в хоре бил. И также я видел, как девочки многие поют, девушки в микрофоны поют, и это меня всегда чуть-чуть задевало. Почему я вот должен приходить сюда, разматывать, сматывать все. И они потом уходят, а ты это все сматываешь. И это меня на самом деле очень трогало. У меня была ревность, у меня была зависть, я бы даже сказал. И знаете, моя мама очень мудрая женщина. Я ее очень сильно люблю. Она мне всегда говорила, Даник, Даник, ты будь верен в малом, и Бог тебя поставит нам больше. И знаете, я до сих пор повторяю эти слова. Будь верен в малом, и Бог тебя поставит нам больше. И я продолжал ходить на спевку. Я продолжал мотать шнуры. Я продолжал ставить бипитры. И знаете, через какое-то время Бог дал мне дарование, желание, точнее, играть на гитаре. Конечно, первая неделя, это был именно такой переломный момент. Я думал, что брошу это дело. Ну, Бог дал желание, Бог дал силы. И я начал играть на гитаре. Через два месяца я уже играл на домашних группах. Через год я уже играл на центральном служении. С молодежью вместе. Еще через год мне дали вести служение. И еще через полгода, то, что я даже никогда не мог себе мечтать, Бог влаживает желание в сердце играть на конференции. И вести песни. Спасибо. И я хочу вам посоветовать, займитесь Божьим делом. Даже если это будет что-то маленькое, то, что вы думаете, что вы... Это ничего по сравнению с тем, что люди делают. Просто начните это делать. И будьте верны в малом, и Бог поставит вас надбольше. Это был второй принцип Божьего дела. Третий принцип, который я хочу с вами поделиться, это найдите себе наставника. Я знаю, что у вас в общении есть много подростков, много молодежи. Также я знаю, что у вас есть те люди, которые могут вас наставить. У вас есть те люди, которые смогут с вами проводить время, которым вы можете доверить все свои проблемы, все свои секреты, с которыми вы можете проводить время. Правильно я говорю? Ваши наставники, эти люди будут вам показывать, куда вам идти. Они будут показывать ваши дыры, ваши таланты. И как вам дальше двигаться. Апостол Павел писал, подражайте мне, как я в Христу. И в Библии, если вы посмотрите, нет совершенных людей. Нет людей, которые были идеальны, без изъяны. И Павел был таким же человеком. Он не был идеален. И он не имел в виду, чтобы вы подражали ему, как он, Христу, именно полностью, как человек. Он это говорил, чтобы вы подражали Павлу, как Христу, в тех сферах жизни, которые отображают Христа. И также хотел, чтобы мои дела, которые отображают Христа, выбрали себе и подражали. Не подражали мне, как человеку, но подражали именно вот этим делам, которые показывают Христа, показывают Бога. И, подходя уже к концу, хотел бы уже еще раз повторить, что есть три принципа в моей жизни, которые помогли мне стать на служение, помогли мне стать таким, который я есть. Первое — это молитвенная жизнь, второе — это Божье дело, служение, и третье — это наставничество. Я не говорил за своего наставника, но, может быть, это не было прям официально так, но есть человек, который проводит со мной беседы, который наставляет меня, который назидает меня по поводу служения, и это меня дальше двинуло в служение. Я такой, какой я есть, благодаря ему в служении. И в заключение хочу также сказать, что жить с Богом — это нелегкое решение. В самом деле, иногда кажется, что мы просто покаялись и можем жить дальше своей жизнью. Но когда мы провозглашаем, что Он Господь, когда мы каемся, мы провозглашаем, что Он Господь во всех сферах нашей жизни. Не то чтобы в какой-то определенной сфере нашей жизни. Он наш Господь в работе, Он наш Господь в учебе, в служении и в любом деле, которым мы занимаемся. 2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. История История История